Философия Канта Для нас Кант на самом деле интересен в определенном аспекте постановки исходной проблемы Проблемы субъективности, проблемы того, что представляет собой взаимоотношение субъекта и объекта И я попытаюсь как бы осветить философию Канта в каких-то простых терминах Исходя из тех интуиций, которые, как мне кажется, можно усмотреть в самой философии Канта Конечно же, это будет некая интерпретация, но эта интерпретация опирается на долгий опыт размышлений над трактатами Канта И в то же время я попытаюсь продемонстрировать некую внутреннюю критику Буду исходить из того, как ставит задачу Кант Будем попытаться рассмотреть, какие выводы следуют из постановки его задачи И почему на самом деле получаются именно такие выводы, а не другие Для того, чтобы войти в философию Канта, мы начнем с критики чистого разума И попытаемся сначала исследовать основания его подхода Того, что Кант называл трансцендентальным подходом Но для начала надо посмотреть некую предварительную постановку вопроса От которой сам Канта отталкивается Ну, известно, наверное, многим из истории философии Что, собственно, изначальную постановку вопроса Кант берет у Юма Ну и поэтому первый необходимый разговор Это вот надо будет углубиться в юмовскую философию Ну, собственно, как бы Сама проблема, которую Поставил в своем скептицизме Юма Она проста, и поэтому она не потребует Каких-то там долгих штудирований его трактата Собственно, что усмотрел Юм? Юм был империстом, да, это важно То есть он на самом деле считал, что Наши понятия происходят из опыта Но для Юмы и для империстов вообще характерно Что они не различали, собственно Восприятие и понятие Вот, начиная с Канта Различие восприятия и понятия И понятие это стало существенной вещью Да, вот восприятие Восприятие И мышление Да Если брать способности То есть восприятие Ну, то, что Канца-Зетсанья называется Зетсанья А тут мышление, понятие Собственно, у Юма Вот это различие Этого различия четкого нет Он как бы У него получается так, что Все наши способности Каким-то образом В смешанном режиме работают По знанию, да Он как бы различает идеи И простые, и сложные Но тем не менее Вот четкого различия В чем критерий, собственно Был бы различие Восприятие и мышление У него нет, да И поэтому Империсты Рассматривают Вопрос о том Что представляет собой понятие И когда я говорю понятие То я уже просто перехожу На язык Немецкой классической философии Он имеет в виду Что понятие происходит из опыта То есть вот возникает Разговор происхождения То есть понятие происходит из опыта Точнее даже говорится так Что все наше знание Происходит из Из опыта Нет ничего в интеллекте Что первоначально Не было бы в чувстве Иначе говоря Юм и вообще все Империсты Они вопрос о том Что такое понятие Сводит к вопросу о том Каково его происхождение И Как им кажется Если они укажут Генезис понятия Что понятие происходит Из опыта Что они Есть нечто Что получено путем То что мы бы назвали сейчас Действием абстрагирования Действием обобщения Они считают Что Говоря так Они ответят на вопрос Что такое понятие На самом деле Юм показывает Что даже если мы говорим о том Что понятие из опыта То есть некая проблема И он эту проблему формулирует На примере Причинно-следственных связей Вот допустим У нас есть понятие А И понятие Б И мы говорим Что Они Эти понятия Абстрагированы Из опыта И на самом деле Эти понятия Представляют наше знание А вот о некотором То что мы бы назвали Причинно-следственной связи То есть из А следует Б Да Если Б как действие Или следствие А как причина Из того что А и Б Абстрагированы из опыта И связь между ними Да Вот эта причина-следственная связь Она тоже абстрагирована из опыта Потому что иначе никак Да А если понять из опыта То есть связь из опыта То есть связь Тоже из опыта Но если связь из опыта То опыт Поскольку опыт имеет Это Единичный Индуктивный характер То есть то К чему Восходим путем Постоянного повторения Одного и того же Да То мы не можем На основе опыта Доказать Что вот эта связь Которую мы устанавливаем Между Между А и Б Да Вот между причиной И следствием Мы не можем доказать Что она имеет необходимый характер То есть мы не можем доказать Его необходимость А то что каждый раз Когда появляется А Мы видим Что появляется Б Это своего рода Вот некая психологическая привычка Мы привыкли В нашем опыте Привыкаем к этому И И говорим об этом Как причина Следственной связи И вот это вот Собственно Вот такая позиция Она является Существенной Для того чтобы Вообще Вообще Понять Каким образом Возникает наше знание Ведь из того Что связь Не имеет необходимости И эта необходимость Не может быть получена Из опыта Следует что все наше знание Все наше знание Становит проблематичным Ведь все наше знание Состоит именно Из таких высказываний Где мы связываем Разного рода понятия Некие суждения И эти суждения Многие из этих суждений В науке Они претендуют На необходимость На необходимость И всю общность Ну Давайте разберемся с тем Что собственно Утверждает Юм Юм утверждает Что Несмотря на то что Наше понятие И все наше знание Оно из опыта Да Вот возникает проблема Того что Необходимость Необходимость суждений Суждение Она не из опыта Не из опыта Точнее говоря Юм усматривает Что мы не можем Из опыта Сделать вывод О необходимости Допустим Причины суждений Мы не можем ее доказать Мы всякий раз Будем находиться В некоторой ситуации Индукции Мы всякий раз Будем находиться В некой ситуации Возможно привычки Некоторого Некой смежности Да некой последовательности Но никогда Мы не сможем выйти На то Чтобы высказывать О причинственной связи Как о какой-то Необходимой связи Да От той Которая Которая является Для нас Неким основоположением Мы не сможем доказать Ее основательность И Канк Как бы переворачивает Вот эту постановку Вопроса Утверждая то Что Раз Вот это вот Необходимость суждений Не может быть Взята из опыта Значит Она имеет другой источник Но кроме опыта У нас еще Остается только Внутренний источник Да у нас Либо опыт Да Либо Неопыт Ну тут как бы Вот Такое Разбиение Да Стандартное Разбиение Либо опыт Либо неопыт То что из опыта Он называет Апостериорным А то что не из опыта Априорным То есть Фактически Апостериорное Априорное В этих терминах Нет никакой Мистики Да Это просто Обозначение Исходной Постановки Задачи Да То есть Юмс считает Что все Апостериорно Собственно Да Акан Акан говорит Естествознание Раз Раз Действительно Юм Стравным Показал Что Необходимость Не может быть Взята Из опыта Значит она Не из опыта Значит она Априорна То есть Необходимость Суждений То есть Собственно Что утверждает Кант Теперь Да Он как бы Переворачивает Юмовское Утверждение И говорит Что необходим Суждений Априорно Ну собственно Все Новшества Канта И собственно Это как бы Вот это вот Смысл того Что здесь Говорит Кант Она укладывается То что он сам Назвал Копернянским Переваром Если теперь Высказывание Канта Переформулировать В духе Вот его Знаменитого Копернянского Переорного Философии То Содержание Вот это вот Высказывание О том что Есть некие Априорные Внутренние Формы Да потому что Откуда берется Необходимость Она не априорная Это отсюда Следует Что вот Существует Нечто Вот Что как Называет Априорными Формами Ну и формы Да Почему сюда Можно отступить Ну потому что У нас вот есть Субъект Объектные Отношения Да Если мы говорим Что все Содержание Субъекта И субъект И есть И есть Тот Ну или познающий Да Познающий Есть то место Или лучше Лучше сказать Тот Кто собственно Накапливает знания Тот Кто является Хранителем знаний И если мы говорим О том Что То что Субъект знает Не все Не все содержание Знания Субъекта Оно взятое Из объектной Сферы Да Из сферы объекта Значит Теперь для того Что речь идет Идет только Происхождение Понятия Потому что изначально Постановка вопроса В империзме О понятиях Она носила Именно этот характер Да Речь шла о том Что Империсты считали Для того Чтобы пояснить Что такое понятие Достаточно сказать Что они взяты Из опыта То есть Если действительно Понятия берутся Из опыта То смысл понятия Определяется Смыслом Самого опыта Нам не нужно Заботиться о том Что Понятие Имеет какой-то Свой смысл Поскольку Понятие Является Чем-то Что мы Абстрагируем Из опыта То собственно Сам опыт И составляет Его смысл Это с одной стороны А с другой стороны Если мы говорим О генезисе понятий То с другой стороны Возникает вопрос Можно ставить вопрос Объективности Этого знания То есть Если Понятие Взяты из опыта То само Происхождение Понятия Указывает на то Что они Имеют объективность Объективность Содержания Иначе говоря Следует различать Два вопроса Вопрос происхождения Понятия И вопрос переменимости Понятия То есть У империстов Если понятия Взяты из опыта Они абстрагированы Из опыта То согласно Самому Генезису Самому возникновению Понятий Они Они являются Применимыми Они являются Чем-то объективными Поскольку Они взяты из опыта И поэтому На самом деле Смысл Происхождения Понятий И смысл Применимости Понятий Он в самом империзме Как бы Не явен Он как бы скрыт Поскольку Если понятия Берутся из опыта То не возникает Никаких других проблем Какие возникнут У Канта Возникнет Проблема Дедукции категории И эта проблема Она будет связана Именно с этим Что если понятия Африорные Если они Не из опыта То нужно будет Доказывать Их применимость К опыту То есть Когда Кант Переходит На позицию Того Что понятия Имеет происхождение Некое внутреннее происхождение То есть Они связаны С некими нашими возможностями С неким устроением Самого субъекта Они являются Чем-то субъективным Субъективной формы Тогда Требуется доказать Что эти понятия Которые Изначально Субъективные Имеют объективность То есть Они субъективны По Происхождению Но объективны По применению Вот объективность применения понятий, она как бы и связана с тем, что Кант называет дедукцией категории. И для Канта это вот различие двух вещей, а именно происхождение понятий и применение понятий, оно станет важным. Для империстов это различие было не важно, поскольку оно вообще было скрыто, да, и в изначальной постановке вопроса, что все из опыта. С другой стороны, поскольку империсты ставили, ну это Юм, Лок, они ставили вопрос о происхождении всего знания, они на самом деле не особо заботились о различении, ощущении, восприятии и мышлении. У них получалось так, что очень просто показать, каким образом понятие возникает в опыте, да, что как будто бы это нечто самоочевидное. То есть, естественно, мы в опыте имеем, используем понятия, и вот происхождение этих понятий для них как бы представляло собой нечто самособеразумеющееся, не требующее никакого дополнительного обоснования. И то, что та проблема, которая возникла с необходимостью, она на самом деле указывает на то, что империсты, вот они не вдумывались в вопрос о том, каким образом различается именно вот чувственная сторона субъекта и сторона мышления. И именно этим вопросом как раз и заботится Кант. Именно Кант поставит, существенно различит рассудок и созерцание, и тем самым существенно различит мышление и созерцание вообще, то есть чувственную составляющую и составляющую мысли. То есть, именно он как бы, для него вообще будет это очень важно. И потом после него для этого будет важно, для всех последующих философов. Начиная с Канта, мы как бы имеем вот некоторого рода критерий того, что представляет собой мышление. И Гегель уже, когда будет строить свою философию, он просто будет отталкиваться уже от некоторого как бы решенного вопроса. Для него критерий всеобщности и необходимости в качестве критерия мышления будет выступать уже чем-то самоощевидным. И когда, допустим, феноменологи духа, он в самом начале своего трактата будет рассуждать о чувственной достоверности, то есть будет как бы находиться еще вот в том самом первоначальном неком чувственном опыте, он уже будет говорить, что если мы там обнаружим в этом опыте нечто всеобщее, то это будет означать, что в этом всеобщем проявляется сила понятия, то есть в этом всеобщем проявляется сила мышления. То есть уже как бы мышление даже на уровне чувственной достоверности, оно уже вот вступает каждый раз. То есть для него вообще как бы критерией мышления будет обнаружение всякого рода всеобщности. Если в чем-то, как говорит Гегель, мы обнаружим некую всеобщность, то это означает, что мы имеем дело с мышлением. И поэтому, поскольку, как я потом покажу, всеобщность всегда присутствует, ну сам субъект не может быть точкой, да, субъект всегда представляет собой нечто самосохраняющееся, и тем самым он представляет собой своего рода всеобщность, то тем самым можно говорить о том, что, ну это уже на позиции Гегеля можно говорить о том, что все представляет собой мышление. Мышление составляет некоторого рода тотальность мира. Но это как бы я отвлекся где-то немного в сторону. Теперь, если возвращаясь к изначальной постановке вопроса, давайте попытаемся поставить трансцендентальную постановку вопроса. То есть изначально показать, в чем состоит позиция Канта, в чем новизна, в чем нечто новое в постановке вопроса. Для того, чтобы это показать, лучше всего опираться на субъект-объектное отношение. Но показывать это субъект-объектное отношение нужно в некотором роде генезисе, как в фильме. Показывать покадрово. У нас есть изначально некое абстрактное взаимоотношение субъекта-объекта. И вся предыдущая философия относилась к этому отношению тем способом, что субъект относится к объекту постигающим. Вот у нас есть постигающий. Что это означает постигающий? Иначе говоря, субъект должен был, ничего не изменяя в объекте, принять его во всей своей полноте. Вся философия, метафизическая философия до Канта именно так подходила к делу. Что мы должны исследовать мир так, как он есть мир сам по себе. Так, как он устроен. И мы, собственно, ничего не изменяя в нем, должны полностью погрузиться в этот мир и его постигать. Ну, допустим, у стойков есть постигающие восприятия или у Аристотеля. В любом случае речь идет о том, что объект может быть принят так, как он есть. Какой вопрос здесь ставит Кант? Кант говорит о том, что если субъект активен, здесь, поскольку субъект, как точится, постигающий, субъект пассивен. Что просто постигает, так, как объект есть. Вот, и это было до Канта, да, до. Вот что говорит нам Кант? Кант говорит, что если субъект активен, субъект активен. А об активности субъекта говорит уже хотя бы тот факт, как показывает проблема Юма, что вот необходимость, она не из опыта, да. И Кант говорит, что значит, она имеет какой-то внутренний источник. То есть, и это означает как раз, что вот субъект вносит в опыт вот эту необходимость, да. То есть, он как бы является тем, что вносит нечто не априорное, а априорное в сам опыт. Так вот, если субъект активен, то тогда субъект не просто относится постигающий к объекту. Тогда надо разбивать отношения субъекта объекта на две фазы. Значит, первая фаза. Первая фаза. Мы, как я, сейчас рассматриваем, как бы такой генезис, да. Первая фаза состоит в том, что субъект... Ну, давайте первую фазу рассмотрим так, что вот субъект и объект как бы разъединены. Я это рассуждение сейчас веду только для того, чтобы просто пояснить то, что говорит Кант. Они разъединены, субъект сам по себе существует. Сам по себе. И когда он существует сам по себе в отрыве как бы от того, что он постигает, то он имеет некоторого рода чистые формы. И объект сам по себе существует, да. Сам по себе тоже существует каким-то образом. Сам по себе. Ну, поскольку он не соотносится с познающим как-то там, у него есть какая-то... Ну, есть позиция. Тут надо было, конечно, говорить о том, что с какой позиции возможно говорить об объекте самом по себе. И вот возникает вот эта вот позиция абсолютного объекта, да. Абсолютного субъекта. Потому что мы всякий раз должны указывать, с какой позиции нечто утверждается. И вот с позиции абсолютного субъекта вот существует объект сам по себе. И этот объект... Ну, предположение об этом абсолютном субъекте совсем не обязательно для этого рассуждения. Просто оно нужно для постановки вот того, что такое является трансцендентальный подход философии, да. Просто переход вот на позицию этого абсолютного субъекта будет означать, на самом деле, трансцендентность, да. Потому что выход за пределы нашего субъекта, конечно, вот в некую абсолютную позицию, это будет означать выход за пределы возможности философии, да. То есть за пределы опыта. И когда Кант ставит вопрос о том, что нельзя выходить за пределы опыта, а что нужно оставаться в опыте, тем не менее в опыте усматривать, каким образом субъект оказывается в опыте активным, да, вот эта вот постановка вопроса будет трансцендентальной. В частности, она будет отрицать возможность такой позиции. Отрицать возможность такой позиции для самого субъекта. Ну, пока как бы мы просто вот эту вот позицию абсолютного субъекта оставляем, да. Мы говорим просто, что для того, чтобы быть более аккуратными, мы утверждаем, что вот эта вот возможность объектов самих по себе, она обеспечена тем, что существует такая абсолютный субъект, так, что существует такая позиция абсолютного субъекта. Мы сейчас находимся в рамках теоретической философии. И вот это вот существование объектов самих по себе, Кант называет вещами в себе. Вещи в себе. Вот это первая фаза, это некая предварительная фаза того, откуда возникает познавание. Познавание возникает тем способом, что сначала субъект сам по себе существует, объект сам по себе существует, они еще не вступили во взаимоотношения. И вот эта вот предварительная фаза требуется для того, чтобы объяснить, на самом деле, почему опыт, каким образом, во-первых, как появляется активность субъекта, и почему опыт есть нечто синтетическое. Вот возникает вторая фаза, когда субъект обращается к объекту, и он его, поскольку он активен, то первая фаза, вот вторая фаза активности. Активности. Она состоит в том, что субъект направляет свою активность, или свои формы, на объект и в каком-то отношении преобразует этот объект. Понятное дело, что, поскольку субъект активный, и его активность, она проявляется в самом опыте, понятно, что как бы он уже не постигает объект сам по себе, он уже постигает то, что как называть явление. Что такое явление, чем он отличается от изначальной постановки вопроса, когда нам были даны вещи в себе. Когда вещи в себе, это вещи в ней и до активности субъекта. То есть так, как они существуют вне конструктивности, которую вносит субъект в опыт. Когда активность субъекта, когда субъект как бы соприкасается с объектом своей активности, то он постигает уже не сами объекты, как они сами по себе существуют, а он как бы от себя нечто добавляет в виде каких-то этих чистых форм. Он добавляет сам опыта и созерцает уже то, что он уже видит, он уже созерцает уже нечто ставшее. То есть, иначе говоря, в становлении вот этих, этого объекта, который он созерцает, субъект сам участвует. Иначе говоря, субъект как бы перед тем, как перейти уже в постигающее состояние, состояние пассивное, он сначала активно обрабатывает свой объект, он как бы участвует в становлении этого объекта, то есть, он участвует в его конституировании, как говорит Карт. И поэтому, когда он уже переходит в состояние постижения, то он уже созерцает не сам объект, который существует сам по себе, а уже явление. То есть, здесь правильно надо было бы так говорить, что сначала в активность он направляет на вот этот же самый объект, и третья фаза уже пассивности, она состоит в том, что субъект точно так же постигает явление. То есть, явление это вот есть объект, нечто синтетическое, плюс вот эти вот формы, формы, которые в результате активности они как бы вступили в сам опыт и этот опыт определенным образом обработали. То есть, они его сформировали. И вот уже в состоянии пассивности как бы субъект постигает уже ну, естественно, не сами объекты сами по себе, то есть, не вещи сами по себе, а явления. Вот. И это изначальная постановка вопроса о том, что представляет собой субъект активность. То есть, для того, чтобы показать, что субъект, как привлечь субъекта активность, необходимо вот как бы вот развернуть его вот в таких трех фазах. Да, первая фаза, она связана, как бы она предваряет опыт, да, как бы некое состояние до самого опыта, потом как бы вот то состояние, которое возникает в виде активности субъекта в самом опыте и в виде пассивности, когда субъект просто постигает явление. Поэтому, когда мы говорим когда мы говорим о теперь философиканта о взаимоотношении субъекта-объекта, на самом деле, мы должны постоянно указывать на два отношения. На отношения активности, да, когда субъект формирует формирует опыт, да, когда вот возникает становление некоторое становление опыта. То есть субъект, можно было бы сказать так, проецирует свою активность, свои чистые формы на объект, и объект представляет для него уже нечто оформленное. То есть то, что нечто ставшее. И вот это вот созерцание этого чего-то ставшего, оно уже представляется уже второй опыт. Это опыт пассивности. И в этом втором опыте субъект просто так же, как и так же, как и до Канта рассматривали, собственно, познавание, как нечто постигающее, да, вот точно так же субъект теперь постигает, только постигает он явление, а не сами объекты. Вот это, собственно, и означает, что объекты сообразовались с нашими возможностями, то есть с нашей познавательной активностью. Давайте, как бы, теперь вот эти два последних активности пассивного субъекта выпишем отдельно для того, чтобы разобраться, в чем состоит трансцендентальная постановка вопросов. Вот изначально теперь у нас следующее различие. У нас, во-первых, активность, да, субъект, как нечто активное, относится к объектам, то есть вещам в себе, и он их преобразует. Преобразует. И вторая пассивность, да, пассивная субъект постигает явление, которое равно преобразованные объекты. На самом деле, конечно, по канту эти два этапа, они происходят как бы одновременно. То есть, получается так, что моя познавательная активность, она участвует как бы и не только со стороны постижения, она сначала участвует как бы со стороны объекта, то есть, со стороны объекта формирует сам объект, то есть, добавляет вот эту вот априорную составляющую в то, что называется опытом, то, что она потом созерцает. А с другой стороны, она одновременно как бы постигает тот опыт, который является опытом завершенным, в котором поучаствовала сама активность субъекта. Иначе говоря, вот эти два отношения происходят так, что субъект относится к объекту таким способом, что он сначала его формирует, а потом постигает. А потом постигает. то есть, он формирует и тем самым как бы отсекает, отсекает слово неправильно, субъект формирует одним движением, то есть, движением активности, а потом постигает то, что сформировал. Постигает. А вот это план явления. Постигает уже явление. то это один такой сложный комплекс. Субъект активно формирует и затем то, что активно сформировал, одновременно все происходит. Постигает. теперь вот это изначально трансцендентальность. Давайте подойдем к вопросу о том, что представляет в этом опыте понятие трансцендентальное. Я уже указывал на то, что существование этого объекта он как бы недоступен в силу самого построения. Поскольку все, что может субъект постигать в опыте это только явление. То есть то, что он постигает в опыте, тут надо различать. Постоянно приходится говорить об опыте. На самом деле у Канта опыт представляет собой некий синтез созерцания и понятия. То есть созерцание и мышление. Но для нас важно, что есть некий изначальный опыт и опыт созерцания. Поэтому мы будем употреблять здесь опыт именно в смысле того, что есть изначальный опыт созерцания, а опыт в смысле того, что потом эти созерцания мыслицы и к ним с точки зрения Канта добавляется схема рассудка, то опыт уже в этом отношении есть нечто вторичное по отношению к первому опыту. То есть феноменологический первичный опыт есть опыт восприятия или созерцания. То, что опыт мышления есть нечто вторичное, он опыт, который становится в результате того, что мышление вступает в созерцание и добавляется своей стороны, оформляет этот опыт в соответствии со схематизмом рассудка, это уже нечто вторичное. Итак, субъект постигает в опыте явления, а объекты сами по себе или вещи сами по себе ему недоступны. То есть на самом деле здесь получается, что есть два объекта. Вот если мы, как вот я здесь раскладывал, что есть два взаимоотношения, и значит в любом опыте на самом деле есть два объекта. объект, который недоступен, это вещи в себе, и объект, который доступен, это явление. Так сделаем. И вообще говоря, вот это вот расслабивание изначального объекта, оно как раз и связано с тем, что субъект имеет две позиции. Позицию активности формирования и самого опыта, и позицию пассивности в его постижении. То есть согласно тому, что субъект разбивается по своей активности на два, действия. То есть собственный объект разбивается точно так же на два объекта. Объект первой активности и объект второй активности. То есть вторая активность, она второго действия. Рассубъект разбивается на два действия. Действие активности в формировании самого опыта и пассивности в его постижении. В чем состоит изначальная трансцендентальная постановка вопроса? Постановка вопроса состоит в том, что поскольку активность наша в формировании опыта, мы предполагаем, что она есть, и указывает, что есть нечто априорное, и мы можем поставить вопрос о том, можем ли мы в опыте найти нечто априорное, то трансцендентальная постановка вопроса говорит нам о том, что мы не можем ставить вопрос о постижении вещей самих по себе. То есть мы не можем ставить вопрос о трансцендентности нашего познания. Но мы можем ставить вопрос о трансцендентальности нашего познания. То есть мы можем ставить вопрос о том, каким образом в явлениях, что бы означало трансцендентный подход? Трансцендентный подход означало бы, что мы постигали бы сами вещи себе. Этот трансцендентный подход, он возможен только с позиции, как я говорил, абсолютного субъекта. Абсолютный субъект. Это был бы трансцендентный подход. А трансцендентальный подход, когда мы в явлениях усматриваем свои формы. Поскольку мы предполагаем, что субъект активно участвует в формировании опыта, то мы можем поставить вопрос о том, каким образом в этом опыте являются наши формы. То есть каким образом мы эти формы внутри опыта можем вычислить, каким образом мы их можем обнаружить. Обнаружение нашей активности в опыте и состоит, собственно, смысл трансцендентальности, смысл трансцендентального подхода философии. То есть трансцендентальный подход к философии состоит в том, что если мы, еще раз, активны в опыте, то мы можем поставить за вопрос о том, можем ли мы познать эту нашу активность опыта. До кантовской философии такого вопроса не стояло, просто поскольку, как я говорил, субъект просто постигал объект и, собственно, должен был сообразовываться с тем, чтобы постигнуть его в максимально возможной подробности. То есть ничего как бы от него, не исказив как бы изначальное восприятие, то есть постигнув его во всей его полноте, так как он есть сам по себе. То есть вот этот подход с точки зрения Канта является трансцендентным подходом. Как если бы этот объект существовал сам по себе и бы постигали то, как он существует сам по себе. Кант сомневается в такой возможности и утверждает, что поскольку мы активны, на самом деле, то в самом опыте и в самом том, что мы называем объект, уже участвует наша активность. И поэтому мы постигаем не сами объекты, как они сами по себе существуют. То есть не объекты, как я обозначил цифру 1, а объекты 2. То есть постигаем явления. И в явлениях есть в виде неких ставших моментов наша активность, она представлена. И Кант ставит вопрос, а можем ли мы эту активность постичь? То есть можем ли мы, исследуя вот эти явления, установить, что в этих явлениях представляет собой ставшую активность, ставшую нашу активность. И вот эта вот возможность постижения этой нашей ставшей активности и называется трансцендентальным подходом. Он называется именно потому трансцендентальным, что он как бы соотносится с понятием трансцендентным. Он не может, он не выходит, потому что если бы мы поставили вопрос о постижении вещей сами по себе, то это бы означало, что мы вышли за рамки возможностей опыта, потому что в опыте нам эти вещи сами по себе не даны. И поэтому в опыте нам даны явления, а в явлениях дана в виде ставших моментов наша активность. И как он говорит, что постигая вот эту нашу активность и вычленяя эту нашу активность, мы тем самым стоим на позиции трансцендентального подхода философии. То есть как бы все просто на самом деле, для этого надо уловить сам момент постановки вопроса. То есть до того, как мы не ставили вопрос об активности субъекта, и трансцендентальная позиция была не нужна. После того, как мы ставим вопрос об активности субъекта, мы участвуем в самом формировании опыта, мы созерцаем собственную активность в опыте, в созерцании. И тем самым можем поставить вопрос, а можем ли мы из того, что имеем, а именно из явлений, вычленить нашу активность? Можем ли мы на нее указать? И вот возможность указать на эту нашу активность в опыте и означает поставить трансцендентальный вопрос в философии. И вот Кант разворачивает эту трансцендентальную позицию в отношении двух частей опыта. Опыт, как я говорил, имеет две составляющие. Он имеет составляющую чувственности и составляющую мышления. А составляющие чувственности – это объекты созерцания, а составляющие мышления – это объекты мышления, иначе говоря, объекты созерцания, которые подводятся под понятие, под категории, прежде всего под категории. Поэтому у него возникает с одной стороны форма чувства, то есть априорная форма чувства, а с другой стороны априорная форма мышления. Эти и другие формы составляют то, что Кант называет постижением нашей активности в опыте. То есть, то, как мы можем усмотреть нашу активность в формировании того, что мы называем опытом. Ну, давайте теперь перейдем к конкретному исследованию, каким образом Кант устанавливает наши априорные формы в созерцании. Ну, а потом перейдем к рассудку, да, и потом перейдем к разуму. Продолжение следует...